Братья, всегда трепетно очень говорить слово, когда здесь вот такие братья сидят, которые все проповедуют, и возможно тоже вы проповедовали на эту тему. И когда братья поручили, конечно, пришлось немножко поглубже вникнуть в эту тему. Вот, и я не хочу здесь все говорить, ну, конкретно, может быть, я обращу на одно слово только. Прочитаю этот текст, который уже был озвучен. Это пятая глава Евангелия Матфея, шестая глава, шестой стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Здесь много раз звучит слово «блаженны», ключевое слово «блаженны», и Господь вот этим хотел что-то сказать. Блаженны, Он бы сказал один раз, блаженны вот такие, нищие духом, кроткие, там, чистое сердцем, алчущие и жаждущие правды. А везде вставляется вот это слово «блаженны вот эти», «блаженны те», «блаженны третьи». Ну, почему так? Почему Он это слово так часто употребляет Иисус Христос? «Блаженны» – это значит счастливые люди, и это более того, более чем счастливы. Это, ну, высшая степень счастья. Что еще можно, как еще человеческим языком можно выразить, кроме этого слова? Может быть, мы просто не знаем других слов, и Господь употребляет вот именно это слово. Но я вот бы хотел, чтобы мы всегда в поле зрения и на слуху у нас было слово «правды». Блаженны, алчущие и жаждущие правды. Правды. Я о правде хочу поговорить. Сегодня братья передо мной, вот Виталий в частности, он поговорил о правде, немножко, несколько фрагментов сказал, вот какая бывает правда. Правда. И оно действительно, говорят, что правда бывает разная. Ну, в зависимости, может быть, от сути правды, действительно. Но и в то же время, друзья, она не бывает разная, какая это правда. Она бывает всегда, правда всегда одна. Правда – это то, что есть на самом деле. Хорошее оно или плохое, но дело все в том, что это важно то, что это правда. Это правда. И слово «правда» – это слово позитивное, а ложь – слово негативное. В притче, 11 притча, 4 стих, мы читаем. Правда же спасет от смерти. И в притчах тоже, 19.9, написано «Кто говорит ложь, погибнет». То есть, правда – это жизнь, ложь – это смерть. Мы с вами призваны к правде. Мы все любим правду. Мы все борцы в какой-то степени за правду. Есть, ну, отдельная, может быть, эта тема. Но, тем не менее, друзья, читая вот этот текст, мы здесь вот усматриваем такой момент. Есть люди, жаждущие правды, но они никогда не насытятся. А Господь говорит, блажены алчущие и жаждущие правды, и Он еще добавляет, вот они насытятся. Они насытятся. И есть люди, которые алчут этой правды, жаждут правды, доказывают правду, борются за правду. И эти люди никогда не насытятся, друзья. Никогда не насытятся. Потому что такие таковые борцы за правду. Но не к созиданию. Не всегда правду нужно говорить в открытом собрании, в церкви. Не всегда правду нужно говорить человеку в глаза, как мы вот слышали, Виталий приводил пример про три пирожка. И посмотрите, какой был результат. Мне в своей жизни, буквально 20 лет назад с лишним, ну, пришлось сказать правду в лицо человеку, да он родственник еще мой. И вот знаете, вот слушая брата Виталия, вообще все это собрание сам готовился, я вспомнил этот пример. Мы на всю жизнь потеряли добрые отношения с этим человеком. А я сказал правду. И насколько это вот важно нам разобраться. Блаженно алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Так что же такое правда? О какой правде здесь идет речь? Вот моя мысль, друзья. Я хочу сегодня это вместе с вами, не только вот один поговорить это, но и потом вам дать такую возможность, чтобы и у вас были какие-то, может быть, мысли по этому поводу. Итак, друзья, Дух Святой, которого мы приняли от Господа, Он нас учит говорить. То есть Он нас научит говорить, когда говорить правду, где говорить правду и какую правду. Это от Господа нам идет. Это просто дар Божий. И это будет к созиданию и к миру. Алчущие и жаждущие правды. Братья, вот как вы себя вот находите, в каком вы состоянии находитесь? Я вот так вот понимаю. Если вы здесь уже сегодня приехали с разных мест, издалека приехали. Вот кто-то у нас в объединении очень большое. Проделали путь, кто-то потерпел в дороге, братья, вот действительно надо помолиться за них, чтобы Господь утешил. Попали немножко в неприятное положение на дороге. Но это все привело вас... Почему это так получилось, мы не знаем всех деталей, но вы сюда поехали. Вы желали вот этого, да? Но Господь говорит, не желающие насытиться, алчущие и жаждущие правды. Желать можно по-разному. Желать можно, ну, тихо, слабенько, да, средненько, или можно сильно желать. Ну, то есть, разные степени жажды. Разные степени жажды. Алкать – это крайне обостренное чувство голода. Помните, Иисус Христос, когда был в пустыне, искушаем от дьявола, и вот когда Он взалкал, в это время подошел к Нему сатана и предложил Ему поесть. Сначала приготовить себе кушание, а потом уже поесть, насытиться. Вот, и мы видим, что Он взалкал Иисус Христос. Это, ну, обострилось вот это чувство голода такой степени, что все, край, ну, или смерть дальше. И это очень важно. И Господь вот обращается к ученикам своим и говорит, блаженны вот эти люди. Они насытятся. Они насытятся, братья. Нам проверить себе, насколько у нас вот жажда и аппетит вообще читать Библию. Насколько нам это хочется. Всегда нам дали сегодня команду идти на обед. Смотрю, так все дружно, быстро заняли столы. У нас не было жажды. Мы никто, может быть, не ощутили чувство такой обостренной голода. Но мы туда пришли и с удовольствием поели. Слава Богу и друзьям, которые здесь заботятся о нас. Но Иисус Христос говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды. Друзья, я немножко буду отвлекаться, пользоваться конспектом, чтобы в смысле не уйти. Сегодня вот неверующие, они получают Библии и читают некоторые Библии, но они говорят, мы не понимаем. И, в общем, они читают без интереса. А без интереса невозможно никакую литературу читать, потому что это действительно невозможно. И даже не все верующие с интересом читают Библию. В чем причина? Просто нету понимания, нет осознания того, что вообще несет, какую информацию Библии, что она дает, что это божественная правда. И вот почему многие свидетельствуют, когда читают Библию, это действует лучше, чем любое снотворное, и сразу засыпает. И когда Библия тебя увлекает, или какая-то литература, и тогда сон тебя не удаливает, а сон убегает. Вот это очень интересно. Когда ты заинтересован, сон куда-то убегает. Это очень важно. Братья, как вот вы думаете, Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, можно назвать это Новым Заветом? Или нет? Вот как вы думаете? Я немножко вам, чтобы вы тоже думали. Я по конспекту, а вы без конспекта думаете. Ну, назвать я думаю, что и можно, да? Но будет ли это так? Все евангелисты, которые описывают, вот в Евангелиях, Матфей, Тамур, Марк, Лука, Иоанн, они описывают что? Они описывают приход Иисуса Христа на эту землю. И вся его жизнь, Иисуса Христа, это жизнь по Ветхому Завету. Там ведь все люди, не как сегодня мы, это жители по закону, жители Ветхого Завета. И он пришел к ним. Поэтому именно так. И многие высказывания, которые мы читаем с вами в Ветхом, вернее, в Новом Завете, ну, то есть, вот в Евангелиях, они иногда нам непонятны. Они непонятны. Непонятны. И трудно все это было для понимания. Вот, например, омовение ног. Сегодня стихотворение такое прозвучало в полотенце. Вы слышали, да? Омовение ног. Господь говорит ученикам, «Если я, Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы делайте тоже». Но мы сегодня делаем так или нет, братья? Ну, сегодня кто-то скажет, это надо просто обличение. Кто-то говорит, это обличить надо с любовью. А может быть, помощь оказать, может, содействие, помолиться. То есть, омыть ноги, помочь брату или сестре омыть ноги. Но буквально мы это не делаем. И много таких моментов, которые, друзья, мы не можем, вот, как бы, уразуметь и до сих пор. Много спорных истин. Ну, мы не будем эти, как бы, споры сегодня или истины озвучивать, чтобы о них спорить. Новый Завет вступил в силу, Новый Завет вступил в силу, когда Иисус Христос воскрес из мертвых. Вот в это время, друзья, в это время благословения для, то есть, вот такой переход в наше, то есть, сказать, время, что ли, вот, как бы, события, это граница. Когда Иисус Христос воскрес, надо заметить, друзья, что Он никому больше ничего ученикам Своим не говорил. То есть, все учения, которые они получили, Иисус Христос сказал им при жизни. А когда воскрес из мертвых, Он им ничего не говорил. Он им только единственное сказал, когда придет Дух Святой, то Он оставит вас на всякую истину. Так Он сказал. Почему Христос, вот, не стал рассказывать им, друзья, после воскресения? Потому что Он сказал, что вы не можете вместить. Вам это будет очень трудно понять. И вот Он однажды, помните, сказал им такие слова. Если не будете есть мою плоть и пить мою кровь. Что дальше, не помните? И вот, знаете, я так думаю, что ученики, возможно, даже до конца предложения не дослушали. И оставили все его. И ушли. Они не могли этого понять. А мы сегодня с вами это понимаем. Потому что мы изучаем, мы вникаем, у нас есть время. У нас много времени прошло с тех пор, когда сколько толкований различных мы с вами читаем. И Библию читаем, проповеди слушаем. Мы многие вещи понимаем, больше, чем ученики в свое время, которые были с Иисусом Христом. То есть еще не время было ученикам рассказывать о Новом Завете и о силе, которая в нем, то есть в Иисусе Христе. А это очень важно, друзья. И надо, чтобы совершено было искупление вообще рода человеческого. Надо, чтобы это было. И он говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я думаю, что вот эти очень важные такие библейские принципы, о которых говорил Иисус Христос, мы с вами пережили сами на себе. То есть мы приняли тоже силу, когда сошел и на нас Дух Святой. И у нас все перевернулось в сердце, да, как сегодня Виктор Васильевич говорил, много о сердце, и о физическом, и о духовном. И у нас что-то переменулось, и что-то поменялось. И вот только тогда что-то начинает происходить в сердце у человека, когда Дух Святой посещает его. И там перемена. Не надо много объяснять, не надо учить. Там что-то у человека, он сам начинает все понимать. Его не надо долго наставлять, друзья. Ему только что-то чуть-чуть сказать, он уже все понимает, он соглашается и так далее. Вы знаете, когда начинается, вернее, начинает оживляться, что ли, человек, когда он оживать начинает, когда вот он какое место в Священном Писании читает? Ветхий Елизавет, Новый Елизавет, что конкретно в Новом или Ветхом Завете? Может быть, псалмы, вот как вы думаете? Я на эту тему рассуждал и однажды пришел к такому выводу, когда мы начали в церкви разбирать послания к кремлинам. И вот здесь что-то произошло. Как бы у нас не было такого разбора, как другие послания, как-то все спокойно. А вот к кремлинам они почему-то вызывают какие-то вопросы и так далее, такое движение, ну и так далее. Это вот удивительные силы послания. И это вот это и есть учение Нового Завета. И вот сейчас как бы я начинаю понимать, что вот здесь только апостол Павел объясняет суть нашего христианского учения, в котором сегодня мы с вами пребываем. Оно приводит в движение не только христианина, который вникает в это учение, но, мне кажется, приводит еще в движение силы ада, чтобы противостоять этому вот учению. Потому что в этом послании, друзья, открывается правда Божия и принципы спасения по благодати. По благодати. И хочу подметить попутно, друзья, кстати, вот в оригинале написано вместо того вот слово правды, праведности. Это у нас в синодальном переводе написано правды. Даже вот слово, которое написано там, ищите прежде Царство Божие и правды его, там тоже написано праведности, а в синодальном почему-то перевод правды. И вот тут меняется, уже немножко меняется как бы смысл, что ли, и становится более понятно, какой правды, ну, Божьей правды, а в чем заключается Божья правда. А вот когда праведности читаешь, и уже более становится понятно, о чем идет речь. Ищите праведности Божьей. И вот здесь контекст, который мы с вами прочитали, в контексте вообще, контекст говорит, что речь идет о праведности, не то чтобы о правде, или речь идет не о том, чтобы ты не солгал, не правду не сказал, а речь идет о праведности, о статусе праведности. Вот о чем идет речь. Ищите праведности Божьей. И в этом благовествовании, друзья, открывается праведность Божия для нас. Это очень важный вопрос в церкви. Мы, как проповедники, должны сами утверждены быть в этой праведности. И только потом мы можем говорить людям и их утверждать в праведности, как Христос утверждал в праведности учеников. Если человек слышит благою весть, это значит, означает что? Что Бог оправдывает его. Иисус Христос пришел для того, чтобы оправдать грешников. И нас он с вами оправдал. Так и есть. И если человек не услышал вот этого о праведности, что Бог оправдывает, он не услышал благой вести. И сколько сегодня людей почему-то вошли в церковь и они не услышали эту благую весть. Вот праведность это оправдание, которое дает Бог. Братья, вот а вы анализируйте, потом будут есть ли вопросы или дополнения, вы тоже можете поучаствовать. Апостол Павел в послании к Кремлену с 1 по 3 главу, он здесь доказывает, просто вот мы читаем, что все люди грешники. Но в то время были попытки отделиться от грешников и сделать какие-то свои какие-то ну группы что ли святых людей. Помните, Иисус Христос однажды сказал, когда два вошли в храм помолиться, мытарь и фарисей и мытарь. И там значит написано так, что они были уверены в себе, что они праведны и уничижали других. Вот есть такая людей, категория людей, которые были праведники. Но апостол Павел, он доказывает, что нету праведного ни одного. Мы это читаем, что все грешники и потом Павел еще показывает, что те люди, которые жили по закону, они на самом деле никогда не становились праведниками. Ведь это в наших церквах бывают же такие проблемы, когда люди придерживаются именно к закону и таким образом никогда не достигают результатов праведности. И Павел показывает еще вот момент такой, те, кто жили по закону или без закона, те и другие грешили. И те, которые жили по закону, они не переставали грешить. Закон еще больше их толкал в грех. Потому что силы греха закон. И это действительно так, друзья. И вот люди иногда так вот рассматривают, может у нас, у вас такая практика братья есть, ну смотрят на братьев, на сестер, рассматривают людей как вот праведников. А подходит ли он к этому действительно вот названию или званию праведного человека. И уже какие-то оценки делает. Но поймите, что мы не имеем никакого, наверное, права, чтобы нам оценивать, праведник он или не праведник. Это Бог оценки нам дает. Бог нас сделал праведниками. И Он нас сделал праведниками перед Собою, а не перед людьми. Потому что перед людьми очень трудно быть праведниками. Всегда кто-то найдется, что-то сказать в твой адрес негативный или плохой. Вот на примере апостол Павел приводит пример Авраама. Он первый человек из евреев. Но если мы будем вспоминать корни евреев, то не очень хорошие о евреях слухи ходят. Но почему-то Богу Авраам все-таки понравился. И он полюбил. А почему, братья? Почему Авраам был по сердцу Бога, потому что он ему поверил. И вот Бог вменил Аврааму это в праведность. Бог нашел такого человека. Друзья, еще, когда Бог оправдывает человека, он убирает из его сознания чувство вины. Ну, я хотел бы об этом прочитать в послании к евреям. Десятая глава прочитаю. Первый стих и второй. Закон имею тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Вы слышите, братья, не имели бы уже никакого сознания грехов, а то приводят и все равно имеют вину, чувство, вот эту тяжесть, что они грешники, и они согрешают и опять приходят с этой жертвой. Но Христос, мы знаем, первосвященник будущих благ, Он пришел со своей кровью, Он не с кровью козлов и тельцов. И один раз принесший в жертву вот себя, Он навсегда сделал людей искупленными, совершенными. Вот сегодня тоже такая мысль была, есть клеветник, который всегда клевещет на верующих и день и ночь, друзья, и он не перестает клеветать, и он не устает этим заниматься, он клевещет на братьев, на сестер, всегда найдет, на каждого из вас, он найдет, что клеветать. Но характерная черта вот именно оправдания в чем, что Иисус Христос, Он оправдывает грешника, и Он не принимает никакую клевету со стороны сатаны, который клевещет на братьев и на сестер и день и ночь, и этим занимается. Поэтому мы действительно оправданы в Иисусе Христе, друзья. Вот об этой правде хотелось и поговорить. Он первосвященник. Иисус Христос не принимает обвинения на нас. Вот тоже это надо как-то брать и утвердиться в этом, чтобы помнить. Это даст нам всегда бодрости и духовных сил в этой жизни и в служении нашему Господу. Действительно была объявлена вина, был суд совершен на Голгофе. Все люди были лишены славы Божией. Это так. Все согрешили. Но был тот, которого дьявол так и не мог как бы сказать искусить. Помните, да, и в пустыне он был искушаем, и на крыло храма, и в других моментах он всегда хотел его искусить. И он так и не понял все-таки кто он и не мог его узнать. Дьявол не мог его узнать. И он всегда говорил, он не сказал, что ты сын Божий. Он говорит, есть ли ты сын Божий? У него было какое-то, может быть, я не знаю, чутье или предчувствие, что это сын Божий, но он не мог понять, кто это. Он хотел это узнать, но он не мог понять. Может быть, кто-то скажет, что дьявол все знает. Я не думаю, братья, что дьявол знал, что это вот именно сын Божий. Да, охота была у него за ним. Потому что есть, значит, в Священном Писании написано, никто не знает сына, кроме отца, и кому сын хочет открыть. Поэтому он не знал. И всячески он подходил и подсовывал ему то одно искушение, то другое искушение. Кто же ты? Откуда ты? Вот, то есть, кто же ты на самом деле? И так до конца его, ну, отошел написано от него до времени, до времени. Вопрос. Как раз вот то, что дьявол его искушал и как бы домогался, кто ты, не в том, что дьявол знал, а в том, что он не знал. В том, что он не знал. Мы знаем, что и священники, и фарисеи, которые по Писанию должны бы, в общем-то, встретить Иисуса Христа и принять Его достойно, как Мессию. Они тоже проморгали этот момент, когда Иисус Христос непорочно пришел, родился и появился на этой земле. Они это время просто упустили. А когда распяли Его, это просто было, ну, как бы, какой-то взрыв, что ли. Это было самое настоящее землетрясение. Вы это помните событие? Потому что Иисус Христос своей смерти Он лишил права смерти. Вот. И в нашей-то жизни тоже мы теперь от смерти спасены. Это, вот, братья, такое событие, очень потрясающее событие, уникальнейшее событие, которое вдохновляет. Вот многие задают вопросы. Ну, а как, вот, говорит, как сила, которая у Бога, ее принять в себя? Братья, это в Библии надо углубиться, надо читать, и надо ее принять всем сердцем, потому что благодать исходит через Иисуса Христа. И то, что мы сегодня с вами впитываем в себя, информация, она несет в себе настолько мощный, так сказать, для нас как бы это потенциал, что ли, для духовной жизни, ну, просто больше нету этого, чтобы что-то с этим сравнилось. Фарисеи пытались убить Иисуса Христа. И вы знаете, я вот читаю и тоже иногда не могу никак понять. Они то убить его хотят, то не хотят его убить, то защитить, то Пилат в защиту вступается. Или убить, или не убить. А что на самом деле будет, если убьем? А вдруг действительно он Сын Божий? И вот они думают, и так гадают, и так гадают, и все-таки они решаются, но это страшный шаг. Распять его и распинают. И что происходит? Тьма по всей земле. Земля заколебалась. И потом они поняли, что он все-таки был Сын Божий, и уже бия себя в грудь, помните, сотник, он говорил, что он был воистину Сын Божий. Да, братья, действительно, он был Сын Божий, он родился негрешником. Иисус Христос родился негрешником. Ну, в чем разница? Он не унаследовал вот этот грех, как и мы. Он как бы тоже родился через женщину, пришел, но он не унаследовал грех от Адама. А мы с вами от Адама унаследовали грех, поэтому наша жизнь, она никак не сравнится с жизнью Иисуса Христа. Он был человек, сегодня тоже есть споры в христианстве, был ли он человеком. А может быть, он не был человеком, может, он был Богом просто, поэтому ему все подвластно, и поэтому у него так все получилось. Да, друзья, он был человеком, только не таким, как мы. Он был человеком без греха, и мы-то сегодня от первого Адама, или нас можно назвать первым Адамом, но Иисус Христос, он был, это второй Адам, это Господь с неба, так написано про него, и еще человек, он был человек. И когда вот все-таки на него возложили вину, всю тяжесть грехов, всего мира, Иисус Христос добровольно взял, и Он сказал слово такое, совершилось. Удивительно, братья, для нас это слово очень дорого, потому что совершилось наше с вами спасение, наше искупление. Это был действительно такой суд особого какого-то значения. Много было судов и до распятия Иисуса Христа, и после, вот и сейчас есть суды, но вот этот суд был особенный. И вот там приводились все аргументы на этом суде, то есть, кто же такой Иисус Христос? Помните Авраам, он же праведник, он получил по вере оправдание, он был праведник, но он жил и все равно Авраам умер. После Авраама там жил Исаак и другие мужи веры праведники жили и умерли. Почему так? Потому что они были праведники, но они были и грешники, друзья, от Адама, и поэтому они погибли, и смерть, она всегда настигала человека. Но вот когда пришло время рассуждать об Иисусе Христе, а кто же этот такой? Почему он умер, если он не согрешил? А он, друзья, грехи наши на себя взял. Поэтому он и умер. Потому что он родился праведным. Многие верующие, братья, сегодня тоже я так вот понимаю, что как те фарисеи, которые понять хотели, кто же этот такой Христос, и так и не поняли, и не узнали, и не узнали Иисуса Христа, что это Сын Божий. И вот в церквах у нас тоже, наверное, может быть, надо заниматься тем, чтобы больше об Иисусе Христе говорить, чтобы раскрывать Его личность, Его вообще служение, Его красоту, Его отношение к человеку, Его любовь. Вот сегодня братья первые говорили о любви, о любви от всего сердца. И мы с вами, как дети Божьи, должны задуматься сами в себе, насколько я люблю Господа. И вот вы, братья, у вас получается от всего сердца любить Господа? Вот искренне. И служителей здесь много, братьев. И проповедников очень много. Все вот любите от всего сердца. Я так хочу любить от всего сердца, но я вам признаюсь, у меня не получается. Не получается. Я только, знаете, что понял? Одно. Я понял, что Господь меня возлюбил всем сердцем. И вот тут вот у меня появилась ответная любовь к Иисусу Христу. Если сегодня христианин не поймет, что Иисус Христос его возлюбил всем сердцем, Виталий сказал, что акцент надо не на человека делать. Это в Ветхом Завете был акцент на человека, а в Новом Завете акцент на Бога. Бог нас возлюбил всем сердцем и потому простер к нам благоволении. Любовью вечно я возлюбил Тебя. И как, братья, у нас сердце останется спокойным после такого, то, что сделал для нас Иисус Христос. Я не могу, Господи, Тебя любить всем сердцем. Сколько в песнях, в стихотворениях воспевается эта любовь. Я не могу никак, но Господь, Он пришел на эту землю спасти и взыскать погибшие. Это мы с вами погибшие. Мы никогда не достигнем праведности даже книжников и фарисеев. Я вас уверяю, мы не достигнем ее. При всем нашем желании они превзойдут нас. Они очень много усердно исполняли закон. И если мы сегодня будем подвязаться, мы просто не сможем, мы надарьемся. И Господь сегодня наше оправдание. Вот я эту мысль хочу. Блаженны, алчущие и жаждущие праведности Божьей. И вот в этом и утвердиться надо, что сегодня я в Иисусе Христе праведник. Сам я ничто, я ничего не смогу сделать. Но вот это вот сознание того, что я в Иисусе Христе праведник, подобно Аврааму, потому что мы потомки его все по вере, да, это отец всех верующих. Вот я, вот это мне дает силы сегодня и идти путем освящения, и смотреть свое сердце, и себя проверять, а не кого-то испытывать. Вот это дает силы. Вот силы, где от Бога и каким практическим путем можно получить эту силу, друзья, для себя. Христос говорит, верующий в Меня будет иметь жизнь вечную. Христос, Он умер, друзья, но Он не был виновен, и поэтому, поэтому смерть, она, Его смерть засчитывается тем людям, которые будут верить в Него. Так Господь сказал, тем, кто верит в Меня, вот эта смерть на Голгофе, она засчитывается Ему, как Его смерть. Вот это очень ценная мысль. Это и есть благая весть. Это и есть самая хорошая, лучшая весть, какая только может звучать. Именно эту весть и проповедует вся книга Библии, что Иисус Христос наше с вами оправдание. Вы знаете, вот про Еву сегодня тоже было озвучено немножко. в Едемском саду, когда было искушение для первых людей, и дьявол подошел к Еве и искусил ее. Дьявол очень хотел, чтобы Ева взяла вот этот запретный плод, заповедь, которая была не вкушать от дерева познание добра и зла, она была нарушена, и дьявол никак напрямую к Адаму не мог подступиться. Он очень мудрый, и он прекрасно знал, что он не выиграет. А вот когда Еву он введет вот в этот соблазн, и когда она вкусит этот запретный плод, а еще Адам увидит, что ничего не произошло, никакой смерти, как Бог сказал, вот тогда он достигнет результатов. И вот уже здесь мы видим, что Ева она взяла, как вы думаете, она согрешила или нет? Ева таким образом, конечно, согрешил, друзья, но здесь расчет был не на Еву даже, расчет был на Адама, и это был доступ именно к Адаму, чтобы напрямую выйти на него. И у него получилось, у него получилось, друзья. И мы видим, что Ева взяла плод, с ней ничего не случилось, Адам посмотрел и увидел это действительно так. Мы читаем, что не двумя, не двумя, а одним человеком грех вошел в мир, это Адамом. И вот эта мысль, друзья, что Адам действительно виноват. Через него грех вошел в мир и распространилась вот эта вот проказа греховной, которую сегодня мы все люди, в общем-то, и пожинают, и все люди в этом мире грешники. Вот почему Иисус Христос, Он был зачат от Духа Святого. Такое зачатие должно быть, непорочное зачатие. Это был человек абсолютно без греха, братья, и мы прекрасно это знаем. Он был праведником, Он таким родился, и Он еще и не сделал никакого греха Сам. Если Авраам, будучи праведником по вере потом, он еще и своих грехов наделал потом. Да, Он был праведник, но Он ошибался и грешил, но Господь не вменял Ему, потому что Он верил Богу и был праведником, и шел Он навстречу Богу, и служил Богу, и Авраам лучше и лучше становился. Мы тоже, братья, когда покаялись, когда приняли крещение, разве мы стали с такими познаниями, как сегодня. Нет, мы ничего не знали, мы только поверили Богу, что Он спас, что Он простил нам грехи, что Он нас очистил, что Он нас оправдал. Если для людей, которые были в Едемском саду, была заповедь, не вкушай, и благословение, которое Бог дал, оно останется при тебе здесь, в раю. А когда они вкусили, они потеряли это благословение. А потом еще пришел закон. А теперь Господь говорит, ну вот теперь ты исполнишь закон, и благословение, которое ты потерял, придет к тебе. Но человек, как бы ни старался, ничего не получился, да Бог и не ждал исполнения закона от человека. И тогда пришла благодать, друзья, и тогда пришла благодать через Иисуса Христа. Он принес нам благословение. Никакие заслуги, никакие силы, никакие наши усердные дела не могли нам принести благословение. И вы знаете, там интересный еще такой момент, когда заповеди Моисея были даны через Моисея, ну вот, от Господа, люди старались их исполнять, но у них не получалось. И Господь это видел. И вы знаете, как в дополнение или в помощь Господь говорил, чтобы еще и жертвы приносили, которые указывать будут на Иисуса Христа. И те люди, которые приносили жертвы, и Господь благословлял их. И цари, которые вот благочестивые, они всегда приносили эти жертвы. И вы знаете, а они не исполняли закон, и Бог их не свергал с престолов. Но как только, заметьте, вот если вы будете читать внимательно, как только цари переставали приносить эти жертвы, то война, то пленение, то еще и свержение с престола. И когда народ обращался опять к жертвам, и опять Господь возвращался к ним и благословлял их. Ну, а сегодня мы знаем, что наши жертвы и милостивления за грех – это Иисус Христос. Это наша с вами праведность. Это Иисус Христос тот, который не сделал никакого греха. Его пытались, так сказать, ко греху, но Господь остался верным. Он исполнил миссию Отца Небесного. Он ее не провалил. Если бы Иисус Христос где-нибудь, братья, допускайте себе такую мысль, я не знаю, или в искушение вошел, или еще что-то, была провалена вот эта миссия спасения людей, и нас бы сегодня здесь не было. Адам эту миссию провалил и не исполнил. Он пошел на это, а Иисус Христос нет. И слава Богу, что Господь именно вот одержал на Голгофе победу. На Голгофе произошла вот самая такая кульминация, самый такой мощный удар был нанесен по греху. Иисус Христос родился безгрешным. Ну, и вот еще одна мысль, я слышал ее, она как-то прозвучала интересно. Женщина, эта земля, какое семя посеешь в нее, такой она и произведет. И вот поэтому, помните, Лука пишет там в 1 главе 35 стихом, «Сила Всевышнего сенит тебя, и поэтому рождаемое Сыном Божиим наречется». То есть, семя посеяное, оно не от грешника, а от Бога. И женщина произвела вот это семя. И спасение сегодня для нас, оно, конечно, совершилось, братья. Вот это должно нас сегодня радовать. И, конечно, назад позиции сдавать. Какая-нибудь расслабленность в народе Божьем, охлаждение, как сегодня. Ну, в последнее время во многих охладеет любовь. Праведники, не должна охладевать любовь. Это не про нас написано. Это про тех, кто Иисуса Христа не познал, кто, может быть, в то время вот фарисеи прозевали пришествие Иисуса Христа. А сегодня такое же время, можно тоже проспать это время, когда народ Божий немножко расслабился, немножко уже, значит, комфортом так вот обросли мы все. И нам сегодня очень трудно, может быть, с места идти, чтобы больше для Господа потрудиться. Пусть вот эта мысль, что Господь за нас сделал все абсолютно. Наша задача сегодня только верить в того, Господь, в кого Он послал, в Иисуса Христа. Праведный верою жив будет. Апостол Павел в Галатам пишет, и уже кто, не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот это наш, можно сказать, девиз жизни, что ли должен быть, чтобы вот Иисус Христос, Он был не то, чтобы на первом месте, это, наверное, мало, а в центре нашего внимания, в центре нашего рассмотрения, это наша праведность, блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженные, алчущие и жаждущие праведности Божьей. Пусть Господь, братья, благословит нас, чтобы мы жаждали этой правды. Те, которые вот именно алчут, Господь обещает, насытится, а как хорошо, когда сытые, братья, когда голодные, уже как-то и работы не идет, и настроения нету, а сытому очень хорошо, и дело двигать дальше, и трудиться, и так далее. Пусть Господь благословит. Субтитры создавал DimaTorzok,